Всем привет! Мы находимся в районе Майкхао. Это в 10 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Мы сегодня поговорим о проекте, который называется Майкхао Beach Condot Hotel. Сейчас мы находимся на территории национального парка Сиренад. Как видите, здесь есть даже буйволы, то есть это национальное достояние Таиланда. Здесь нетронутая дикая природа. Пока мы едем до проекта, я расскажу об инфраструктуре. Понятно, что будут тренажерные залы, сауны, бассейны. Их аж 12 штук будет. Будет спа-центр, ресепшн, где будет полный отельный сервис, то есть включая трансфер багажа, включая персонал, который будет заниматься парковкой вашего автомобиля. На крышах будут смотровые площадки и террасы. В общем, все, что может понадобиться для проживания, либо для отдыха, здесь есть. Этот пример односпальной квартиры 36 квадратных метров. По факту это единственная планировка, которая на сегодняшний день осталась в проекте. Также можно взять две квартиры смежных, объединить, получится 72 квадрата. Первое впечатление, очень грамотно использована площадь. То есть здесь идет 6 на 6 квадратных метров. И квартира сделана в форме квадрата. Как правило, в Таиланде любят делать системы, ну как пенал. То есть вытянутая одна комната, вытянутая другая. Здесь за счет того, что сделано квадратом, площадь полезная, очень грамотно распределена. Выход в санузел идет со спальни. Неплохая ванная, все делано мрамором, красиво. Большой шифонер. И опять же очень удобный момент, то что выход идет на балкон, как и спальня и санузла. Лично мне это нравится, это клевая идея. По мебели, ничего сверхъестественного здесь я не увидел. Обычный стандартный пакет. Такая квартира по цене будет стоить 3 миллиона 750 тысяч бат. Вот в том состоянии, в котором вы видите ее. Как бы я хотел себе подобное кресло на балкон? Очень удобное. Изначально этот проект позиционировался как проект отельного типа. То есть в разрешении, которое они получали на строительство, оно называется EIA, сразу было указано то, что проект будет идти с отельной лицензией. То есть здесь застройщик имеет полное право легально сдавать квартиры посуточно. Как раз поэтому проекты позиционируются как инвестиционные. Здесь не заморачивались насчет высокого качества мебели и техники, потому что люди, как правило, покупают здесь квартиры не для собственного проживания, это не резиденция, а для заработка. Застройщик предлагает программу гарантированной доходности 7% на 5 лет. С возможностью проживания 14 дней в году. Система платежей, как всегда, формируется индивидуально для каждого клиента. Комплекс будет готов в январе 2019 года, но рассрочка растягивается аж до мая. Мы уже находимся на территории проекта, он за моей спиной. Здесь два восьмиэтажных корпуса и всего лишь 340 квартир. Где-то уже идут внутренние работы, то есть занимаются внутренней отделкой. Самое главное, для чего мы сюда приехали? Для того, чтобы подняться наверх и посмотреть расстояние до моря и какие здесь шикарные виды. Сейчас можно погулять по стройке, посмотреть, как вообще идет разводка, из чего сделано. Ну, на самом деле, ничего сверхъестественного. Все дома в Таиланде идут. Нет несущих стен, есть несущие колонны. То есть все строительство идет. Это монолит, а перегородки делают либо пеноблоки, либо панельные плиты. Но здесь застройщик выбрал панельные плиты. Давление, кстати, уже проверяют в трубах. Межкомнатные стены здесь сделаны из панельных плит, а в коридорах почему-то везде используются пеноблоки. Я не строитель, если честно, не знаю, почему застройщикам было принято такое решение. Но если вы знаете, вы можете написать нам в комментариях. Мы поднялись на крышу. Море за моей спиной 450 метров. У этого проекта также будет свой шаттлбасс. То есть это бесплатный трансфер для жильцов до первой береговой линии. Вообще вся территория, как видите, она в зелени. Это часть национального парка Сиренад. 80 тысяч гектар. Площадь этого национального парка – это национальное достояние Таиланда. Первое, о чем это может говорить для вас, если вы собираетесь покупать квартиру здесь, то, что вокруг не будет строительства. Все вот эти деревья, они находятся под контролем государства, и они не отдаются в частную собственность под строительство. За моей спиной находится пляж Наянг. Он тоже в пешей доступности от этого проекта. В первую очередь мы здесь будем ориентироваться на Майкхау. Он гораздо ближе. Майкхау вообще известен не только там в Таиланде, я думаю, в принципе, на весь мир. Тем, что здесь заходят самолеты на посадку. Люди со всего острова, люди, которые приезжают на Пхукет, стараются сюда приехать. Есть даже экскурсии. Людей сюда привозят для того, чтобы они сделали какие-то фото и видео на фоне садящегося самолета. Потому что самолет пролетает над головой, ну, метров, наверное, 30. Мы сейчас находимся на территории аквапарка. Это единственный аквапарк на Пхукете. Он называется Splash Jungle. Сам проект 250 метров за моей спиной. Справа вот это здание. Это концертный зал, где периодически проходят какие-то выступления. Я сам ни разу не был в этом аквапарке. Пойдемте спросим, сколько билетов стоят. Если я живу здесь, у меня есть тайная лицензия. Билеты для взрослых стоят 1450 бат. Если у вас есть тайские права, если вы резидент, то тогда 800 бат. Для детей 700. Мы сейчас находимся на пляже Майкхауа. Это самый большой пляж на Пхукете. Его протяженность 11,5 километров. Как видите, народу здесь вообще никого нет. Отличительная черта еще этого пляжа в том, что здесь идет очень пологий спуск в море. Также рядом с этим проектом есть гольф-поле. Оно называется Blue Canyon. Это самая крупная гольф-площадка на Пхукете. Здесь даже международные турниры по гольфу проводят. Район этот мало застроен. Этот проект является вторым жилым домом. На районе Майкхауа. По соседству здесь идут пятизвездочные отели. Это международные сети, такие как Marriott, Renaissance, Holiday Inn. То есть, если вы хотите место поближе к ночной жизни, к каким-то клубам, барам, то вам точно не сюда. Майкхауа – это тихое, спокойное место с нетронутой природой и с шикарными пляжами. Ну, давайте подытожим. Посмотрели мы сегодня еще один пример удачного проекта с точки зрения инвестиций, с очень хорошей программой по доходности, с хорошей рассрочкой и вполне адекватной ценовой политикой. Лично мне проект понравился, потому что я люблю места такие уединенные, подальше от всех, поближе к природе. В общем, проект крутой, с моей точки зрения. Надеемся, выпуск понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять комментарии. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok